Шутки про белую спину и развязные шнурки уже давно не в моде. Сейчас люди стараются придумать что-то более оригинальное, чтобы веселее и интереснее разыграть родных и друзей. За снаряжением для забавного розыгрыша в наши дни люди часто отправляются в специальные магазины. Чего здесь только нет. Идея шутки зависит от того, как и кого именно хотят разыграть. Ведь чем впечатлительнее человек, тем безобиднее должна быть шутка. А то и до ссоры недалеко. Все любят друг друга разыгрывать и покупают в основном какие-то антистрессы. То есть, например, сквиши, жвачки для рук. Вот такой вот шар антистресса. Секрет успеха для розыгрыша – фактор неожиданности и абсолютная серьезность участников. Пожалуй, меньше всего ждешь подвоха на работе, если только это не традиция. Так однажды наш коллега Артем Горчаков стал жертвой розыгрыша коллег. И случилось это не 1 апреля. Ну, как бы была мода на розыгрыши в дни рождения. Вот. И я весь день прямо боялся. Думаю, сейчас разыграет, сейчас разыграет. Ну, вроде уже рабочий день подходил к концу, я расслабился. Вот. И Женя Оксиденко, моя коллега, говорит, пойдем запишем стендап на улицу. Прямо в момент съемки журналист падает в обморок. И тут не до смеха. Артем, как настоящий герой, бросился спасать коллегу. Присоединились и прохожие. К счастью, приступ оказался ненастоящим. А вот эмоции оказались самыми реальными. Говоришь, я, конечно, был в шоке в полнейшем. Вообще, хотелось после этого отругать коллег или расцеловать, что они все-таки сказали, что все в порядке? Ну, скорее отругать, наверное. А вот для КВНщиков день смеха продолжается всегда. Ведь они привыкли шутить и веселить окружающих. Антон играет в КВН уже 4 года. Рассказывает, что чувства юмора и улыбки помогают в жизни. Главное – применять юмор к месту. Ты приходишь на репчицей, все, понимаешь, что на тобой будет шутить. И ты не воспринимаешь это серьезно. То есть нет обид никаких. Ну, это нормально. Это, как можно сказать, даже разминка перед самим процессом творческим. Шутка всего возраста покорная. От детей до старших самых. Кстати, шутки и розыгрыши на 1 апреля приняты в разных странах мира. В России за День смеха, судя по историческим сведениям, нам стоит благодарить царя Петра I. Ведь именно при нем в 1703 году случился первый массовый первоапрельский розыгрыш. Московские глашатые собирали народ на неслыханное представление. А в назначенное время перед толпой на помостках появилась надпись «1 апрель, никому не верь». Вот и все. А вот кого и как разыгрывают в этот день современные владимирцы? Конечно, разыгрывал это. И звонил, и на словах, и по-всякому, всякое было. Я разыгрывала сына, что ему в школу надо идти, а у него было идти по каникулам. Вот это вот было, это было прикольно. Разыгрывали нас, да, когда были маленькие, молодые. И сегодня друг разыграл. Что придумал, звонок телефонный? Да нет, приколный телефон прислал. Что пожелаете вообще в День смеха Владимирцу? Ну, Владимирцу пожелаю в День смеха улыбаться побольше. Не грустить. И если у кого-то кто-то кого-то разыграл, не обижаться на шутку, если она показалась немного какой-то злой. Если вы еще не успели никого разыграть, до конца дня еще есть время. Главное, не забывайте рецепт хорошего розыгрыша. Побольше доброго юмора и искренние эмоции гарантированы. Бригада Махрова, Егор Хребко, 6 канал.